Кружась легко и неумело, Снежинка села на стекло. Шел ночью снег, густой и белый, От снега в комнате светло. Твардовский. Допили наш утренний кофе, и у нас очередной обещанный обзор в новом магазине Оби. Но на этот раз новогодних игрушек и декора. Чего здесь только нет! Ёлки на любой вкус, Новогодние мимишные фигуры, Рождественские венки, Различный декор из природного материала И гномы. В этом году их можно встретить часто, Любой расцветки, любого размера. Может потому, что эти подземные жители Славятся богатством и мастерством. А нам всем в новом году не помешает Ни богатство, ни успех. Забыла сказать, сегодняшний обзор будет беглым, Обо всем понемногу. Но если видео будет пользоваться особым интересом, То сделаю еще один, Останавливаясь на интересных деталях. В этом году, заметьте, очень популярны украшения из природного материала, Сделанные своими руками. Есть готовые украшения, а есть все, будь то искусственные природные веточки, Палочки, засушенные цитрусовые колечки, Шишки, крашенные самые обычные, бусины и бусы, Искусственный снег. Короче, все то, что позволит разгуляться в вашей новогодней фантазии И сделать что-то особенное и рукотворное. Кто бывал перед Новым годом в Обе, знают, что новогодние игрушки и украшения Местные мерчендайзеры раскладывают по цветам, Вернее, по цветовым секциям или зонам. И этот год не исключение. В секции «Райская мелодия» доминирует розовый цвет и его оттенки. Обращаю ваше внимание на этот необычный, непривычный из-за цвета венок. Необычно, но ведь красиво. Секция «Изысканная роскошь» говорит сама за себя. Много золота. Секция «Волшебный янтарь». Здесь все оттенки янтаря от жженой карамели до меда. В зоне, где представлены украшения в серебряном-белом цвете, Встретила вот такую игривую штучку – буа из перьев. А вот здесь декор пуансетти. Очень нарядный и блестящий из-за приклеенных поэток на лепестках. В общем, можно украсить не только свою елочку, но и себя любимую. Ну, а теперь заглянем в другую половину зала. Там, где у нас лес густой. Лес хвойный и действительно непроходимый. Как в сказке, нас встречают опять гномы в своих ярких красных колпаках. Гномы, Деда Морозы, красные свечи, красные шары, большие и маленькие, вообще стеклянные игрушки – все это секция рождественская классика. Здесь же можно приобрести новогодние венки из искусственной хвои и самим украсить их на свой вкус и настроение. Елок очень много. Разной высоты, цвета, пышности, ну и, соответственно, способа их изготовления. Прервусь. Во-первых, посмотрите, какая же милота. Вот вроде ничего особенного, а глаз цепляет. А глаз любуется и креативно, и красиво. А во-вторых, мои дорогие, про лайки вы не забыли? Продолжим. На чем же я остановилась? А, на способах изготовления елок. Ой, знакомая черная ель. Так вот, есть тут и литые, они, как правило, дорогие, но долговечные и очень приближены к настоящим по внешнему виду. Наши производители настолько раскреативничались, что изготовили для нас даже розовые и черные ели. Есть и ПВХ ели, и литые плюс ПВХ. Ну, в общем, ищите, и вы обретете то, что вам нужно. А я за классику, вот с такими красивыми шишками, и еще нравятся мне заснеженные ели. Ну, как в песне «Мороз снежком укутывал», и теперь она нарядная, на праздник к нам пришла и много-много радости всем людям принесла. Я бы так закончила. Празднично и нарядно оформленные в отделе украшений стены. Наглядно и не скучно. Помимо гномов, конечно, много декора в виде оленей, фигур прихорошеньких мальчиков и девочек с фонарями, с санями, необычных елок, ну и текстиля. Вот эти милые фигуры детишек. Обратите внимание сейчас на елку из фанеры. Вот сейчас она появится в кадре. Можно и с такой елочкой встретить Новый год. Раз фанерка, два фанерка, тут горошек будет, снег и зеленый колокольчик вместо звездочки. Почему бы нет? А вот эти елочки тоже показались мне интересными. Каркас у них сделан из настоящих прутьев, и вся елка обвита зеленой красивой мишурой. Классические стеклянные игрушки. Они вне моды и вне ври. Ну и рождественские венки. Куда теперь без них? А вот здесь у нас елка из палок и из джута. Не смеюсь, в этом и вправду что-то есть. Можете рассмотреть вот этот рождественский венок поближе. Нарядная лестница для Санта Клауса и именно для него, потому что наш Дед Мороз привык входить через дверь. Много вот таких вот гирлянд, подвесов из природного материала. Шишек различных хвойников, желудей, веток, палок, мха, орехов. Из всего того, что у нас практически лежит под ногами. Просто шишки, отдельно взятые, без всего, тоже могут быть красивым, порой даже интересным украшением нашего интерьера. Мой вам совет. Готовьте сани с лета, и тогда вы встретите новогодние праздники с украшениями, которые есть в единственном экземпляре и только у вас. Надевайте одноразовую медицинскую маску и меняйте ее каждые 2-3 часа. Вход в магазин покупателей должен осуществляться только с тележкой для товара. А также просим ограничить время своего пребывания в магазине. Субтитры создавал DimaTorzok